Слушайте меня. Возвращение драгонов это не случайность. Это один из знаков. Знаков того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным пьянством. Отриньте фляги с мерзопакостным зельем и примите учение прислужницы Кин. Нет, нет, Марамал. Мы об этом уже говорили. Таллин... Керава, мы наверняка можем прийти к пониманию. Эти люди должны узнать о том, семена какого ужаса посеяли. Хватит, Марамал. Мы все слышали о драконах и их возвращали. Не надо использовать их как повод, чтобы распугивать нам клиентов. Хорошо, Таллин. Я покину этот вертеп разврата. Мы тебя не выгоняем. Просто проповедуй в храме, а нам дай грешить с миром. Ну вот так. Вот такая тут разборка питерская была только что. Давайте, Папа, долго поговорим, Сапфир. Давай поговорим о долге Шадра. Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться. Тут все очень просто. Я ему денег одолжила. Он обещал вернуть, а сейчас говорит, что намели. Вот и все, в общем-то. Так, ну что. Мы оба знаем, что это была подстава. Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Надеюсь, еще встретимся. Вернуться к Шадру надо, да? Ну ладно, мы вернемся, конечно. Давайте поспрашиваем, какие тут слухи вообще ходят. Ну-ка, золотая. Зачем ты это делаешь? Что я делаю? Если есть монеты в кошельке, тебе тут всегда рады. Если нет, ступай прочь. А, на продажу не можно будет что-то... Что-то, наверное, дать ей. Ладно, я ищу старика, который прячется где-то в Рифтоне. Никого такого не знаю. Но если кто захочет спрятаться в Рифтоне, искать нужно в крысиной норе. Там есть что-то вроде кабака. Буйная фляга. Там все от ревья Рифтона собираются пить и резать друг дружку. Можешь там поспрашивать, если тебя не прикончат в норе. Забавно. Забавно, однако. Найти убежище Эсберна в крысиной норе. О чем говорят в городе? Фильдия воров из кожи вон лезет, чтобы вернуть себе власть в городе. Ходят слухи, что они на последнем издыхании. Понятно, о чем еще говорят. Больше Рифтон держался на торговле медом и рыбой. Но это пока сюда не переехала семья Черный Вереск. Теперь медоварня стала главным источником дохода. Ну, о чем еще говорят? Красная стража перерывает Рифтон вверх дном, чтобы найти, откуда берется скума. Вот уж на чем бы месте мне не хотелось оказаться, если их найдут. Ну, вот и все, да? Посмотрим, что на продажу. Пища только. Может быть, ей какие-то украшения можно продать? Вот. У меня только зелий и ингредиенты. И все, ничего интересного. Мне бы найти каких-нибудь торговцев, но сейчас к Шадру вернемся. Так, в Рифтон мы, пожалуй, через вот эти двери выйдем. Сейчас обрадуем его, что мы разобрались с его проблемой. Кстати, давно что-то я не использовал. Подождите, а где этот Шадр гребаный? Куда он сделал сюда? Так, навык иллюзия повышается уже до 59. Обратите внимание, друзья. Сейчас еще побалуемся немножко. И посмотрим теперь карточку. Шадр, Шадр. Так, убить Грелот. Найти меч Красного Орла. Ага, вот что мы не сделали. Найти меч Красного Орла. Я даже помню, что мы там уже были в этой локации, но каким-то магическим образом этот меч не подобрали. Так, а где Шадр-то искать? Надо его дом тогда найти. Ночлежка, район нищих. Пчела из жала. Ладно. Ну, давайте сейчас тогда пробежимся. Я думаю, что нам не помешает. И было бы, конечно, неплохо, если бы вот тут на рынке кто-нибудь сейчас... Никогда и дня честно не работало. Судя по тому, сколько у тебя денег. А, детка? Прошу прощения, шо? А, ну, конечно, деньги у тебя есть. Да только нечестным трудом они заработали. А, это Бриньюль. Я чувствую. Откуда ты это можешь знать? Все дело в том, чтобы оценить жертву, детка. Как она ходит, во что одевается. Это четкие признаки. Мои деньги тебе не касаются, это не твое дело. А тут ты сильно не права, детка. Богатство – мое дело. Хочешь попробовать? Что ты задумал? У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. Хочешь жить долго? А в моем деле, за такие руки хорошо платят. Что мне нужно делать? Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавкой. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман Брандшая. О май факин гад. Зачем нужно подбрасывать кольцо Брандшею? Той, кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнем. Хорошо, ладно. Начато, случайная встреча. Чем вам не угодил Брандшей? Нас наняли намекнуть Брандшею, чтобы не совался не в свои дела. Но мы же не темная Брандша, так что убивать его не будем. Просто засадим в тюрьму на пару-тройку дней. Так, как мне это провернуть? Может, мне тебя еще и за ручку отнесли? Вполне возможно. Я буду прокрасться к прилавку Мадези и вскрыть отмычками сундучек. Ну да, у меня, кстати, незаметный взлом прокачан. Заметно засунь его в карман Брандшею. Окей, ладно. Ну что ж, нет, пока приступать не будем. Я сейчас просто хотел бы найти вот этого Шадра. Да, что у тебя есть на продаже? Давайте сейчас посмотрим, что мы сможем продать. Вот аметисты. У нас, кстати, есть зелье купца, как вы помните. Так, сейчас мы как раз его используем. Давайте посмотрим, как это работает. Микстура магических сил. Так, это яды. Зачарователя, колдуна. Цена магии. Вот зелье купца. Цены на 10% выгоднее в течение 30 секунд. Поэтому давайте сейчас попробуем быстренько. Быстро продаем аметисты все эти, которые у нас есть. У нее, кстати, нормально денежек. Тут неплохо она живет, так сказать. Безупречный гранат. Сейчас мы продадим. Знаете, что еще? Всякие золотые кольца там. Обычный камень душа она, наверное, не хочет брать. Я так понимаю. Ну ладно. Из оружия двумерские стрелы. Три штуки. Здесь стальные стрелы она может купить у нас. Фалмерские стрелы не идут. Ибонитовый лук я у себя, пожалуй, остану. Оставлю. Так, камни нам, знаете, понадобятся. Мы можем с них делать золотые вот эти украшения из золота. А потом их, так сказать, зачаровывать. Потому что не все же на одних кольцах держится. Правильно? Я, кстати, не посмотрел, что у нее на продаже есть. Может быть, у нее есть какие-нибудь отмычечки. Вот, 8 штучек у нее есть. Поэтому возьмем, пополним наш запас. Стальная стрела. Из одежды. Ну, неплохо, в принципе. Я думаю, нормально. Вот, клык хоркера. Ну и остальное тут, в принципе, остальное-то и не требуется. Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Так, Мадезия. Чем он торгует здесь? Давайте с ним поговорим. Рифтон, смотрите, тут, в принципе, неплохо. Да, вот, смотрите, они кольца могут. Могут покупать здесь. У него 757. То есть много торговцев, которые вот именно мне нужны. Будем иметь это в виду. Кольцо малой скрытности. Я думаю, что его стоит оставить. Единственное, сейчас продадим вот кольцо разрушения. Заклинание разрушения. Расходит на 15% меньше магии. Или вот ожерелье... Нет, ожерелье малой скрытности тоже мы оставляем с вами. А вот это кольцо, оно... Навык ношения легкой брони увеличивается на 1 единицу. Но он тоже зачарованный. Продаем. С аметистом тоже все это продаем. Потому что это зачарованный предмет. Они, в принципе, нам сейчас-то и не нужны будут. Вот серебряное ожерелье. Тоже оно зачарованное. Поэтому оставлять не будем. Ну и пока, наверное, на этом остановимся. И спросим, сам ли он делает украшения. Именно. К сожалению, я один из немногих ювелиров старой школы Саксхилл в Тамриэле. Наше искусство постепенно забывает.